Девушки отдыхают Говорит, что это для защиты российских граждан и российских военнослужащих до нормализации общественно-политической ситуации в Украине. Но мы знаем, что это наглая ложь. Поэтому мы здесь все собрались, чтобы выразить протест и сказать «нет войне». Эта акция, которая сегодня проходит, это акция общего пацифистского толка или конкретно против чего-то? Нельзя ставить так вопрос, что это акция пацифистского толка. Скорее, с пацифистского, но с определенным уточнением против аннексии. Какой? Возможных аннексий тех или иных территорий. В данном случае речь, конечно, идет об Украине. В чем заключается аннекция в данном случае? Она может состояться по предположениям участников этого мероприятия и его организаторов. Есть основания усомниться в том, что референдум, который будет организован в Крыму, будет организован на действительно демократических началах, а не по привычной намчуровской схеме, хорошо знакомой уже по Российской Федерации. И что не будет оказываться военного давления, либо в каких-либо иных полицейских формах давления на жителей Плострова. А кто сегодня на Украине для вас является союзниками? На Украине для нас сегодня являются союзниками те левые силы, которые борются за организацию рабочего класса на территории этой страны, и которые борются за то, чтобы буржуазно-демократическая революция, которая произошла на Майдане, переросла в свои буржуазные рамки и стала революцией демократической и социалистической. Вы считаете, что возможно социалистическая революция в такой небольшой относительно территориальной стране, как Украина? Дело в том, что взвешивать подобного рода вещи на весах возможно-невозможно, возможно в данный момент это очень сложная задача, но как цель мы это ставим, и украинские левые эту цель ставят, и мы ни при каких условиях ее снимать не должны. Может быть не всем сейчас понравится, что я скажу. Я не пацифист. Я признаю за народом право на восстание, которое может быть очень даже кровавым. Я признаю за народом право на справедливую войну, за свое национальное освобождение. Но может ли принести национальное освобождение государство, подчеркиваю, государство, не народ? Государство, в котором коррупция не побеждена на самом высшем уровне, и никаких перспектив этому нет. Государство, где министр обороны освобождается от ответственности за фактические соучастия в развале и разворовывании армии. А мальчишка, бросивший пластиковую бутылку в полицейского, слепнет в тюрьме. Может ли такое государство кому бы то ни было принести освобождение? Я считаю, что нет. Поэтому сегодня я выступаю против любого военного вмешательства, но я подчеркиваю, любого, не только российского. Когда мне говорят, что сегодня на Украине украинцы не страдают от проявлений фашизма, я тоже с этим не согласна. Там есть фашизм. Да, он только зарождается, но он несет опасность не меньшую, чем он принес в Германии и потом всему миру. И с этим нужно бороться. Но бороться с этим нужно не штыками третьих стран, которые могут вызвать только обратную реакцию и привлечение туда армейских, воинских формирований уже из других стран, которые будут защищать свои интересы. Мы должны понимать, что сегодня любое развязывание войны на Украине будет в первую очередь иметь целью защиту собственности олигархов украинских, олигархов российских. И меньше всего пользы от этого будет украинскому и российскому народу. Мы станем просто пешками, просто пушечным мясом, просто разменной монетой в этой битве олигархов. И вы видите сегодня, что творится, только подтверждает это. Но я хочу подчеркнуть, обратите внимание, сегодня поднимается, просыпается медленно, очень похожий на Россию трудовой рабочий юго-восток Украины. Да, сегодня они стоят под российскими флагами, потому что это их история, потому что им это привычнее, потому что они говорят на русском языке, они надеются на то, что Россия как государство их спасет. Но Россия как государство не сможет принести им никакой пользы. Помочь им может российский народ своей солидарностью. Мировая солидарность в борьбе с фашистами, с теми людьми, которые сегодня приходят и на юго-восток, и на запад. Те люди, которые сегодня получили оружие за счет денег западных олигархов, этим людям тоже нельзя допустить, этих людей тоже нельзя допустить до власти. Но этот вопрос должны решать только украинцы, только люди сами, на площадях, избраниями народных мэров, избраниями народно-демократической власти могут сегодня решать свою судьбу. И мы в этом должны их поддержать прежде всего. Никакого ввода войск, полное право народа на самоопределение. Представители правоохранительных органов, примите, пожалуйста, меры против провокаторов. Товарищи, не ходите по газону, пожалуйста. Правоохранительные органы, мы уже обратились к ним, они должны ликвидировать провокатора, который помешал выступлению. Говоришь, что народная революция, а говоришь, что либерал. Все, товарищи, в принципе я сказала все, что хотела, вы видите реакцию. К сожалению, сегодня пропаганда, машина пропаганды работает таким образом, что люди даже не хотят прислушиваться. Им все равно, что мы говорим. Спасибо. А что за империя? Не знаю, какая-то империя. Вы же держите плакат. Ну какая-то империя, тут же не написано какая. Поэтому я и спрашиваю вас, какая. Какая-то злобная империя нападает на государство самостоятельное. То есть вы не в курсе против чего, да, плакат держите? Нету, я знаю, что имперские войска не признают, что они имперские. Поэтому невозможно сказать, какая империя вторглась в Крым. Да. Какая-то империя безопознавательных знаков вторглась в Крым, да. А куда вторглась? В Крым вторглась. Алексей, скажите, а как получается так, что в тот момент, когда на Украине процветает фашизм сейчас, вы выступаете на митинге против борьбы с фашистами? Я не выступаю на митинге. Это провокационный вопрос такой, потому что я выступаю на митинге не против борьбы с фашистами. Я выступаю на митинге против вооруженной интервенции одного капиталистического государства в другое. А интервенция есть? На сегодняшний день есть. Вот войск российских не было осуществлено Украиной, насколько известно. То есть вы хотите поддержать нашего президента, который говорит, что неизвестные, вежливые, зеленые человечки, появившиеся ниоткуда, есть отряды самообороны Крыма? Нет, мы не хотим поддержать, мы хотим узнать вашу позицию. Моя позиция следующая, как говорят мне мои товарищи из Крыма, да, из Севастополя, именно русские украинцы, они говорят, что если еще несколько дней российские военнослужащие пробудут на территории Крыма, то российские украинцы также будут бороться против вооруженной интервенции. Вам неизвестно о фактах того, как фашисты мучают и убивают людей? Не обязательно русские, в том числе и украинцев. В Крыму были такие факты зафиксированы? На Украине были. Вы знаете, как говорят мои украинские товарищи, они говорят следующее. Пена фашистская, которая на волне той революции, которая была на Майдане, выплеснулась наверх, это можно отождествлять с февральской революции 1917 года. Но и будет октябрьская, когда народ, именно трудящиеся, сметут всю эту грязь. Хорошо, тогда почему вы не вступаете в антифашистский штаб конкретно? В какой антифашистский штаб? В России существует антифашистский штаб по борьбе с фашизмом на Украине. Именно антифашистский. Не империалистический, не пропутинский, а именно антифашистский, состоящий из левых коммунистических организаций. Я с удовольствием вступлю в антифашистский штаб, если он не будет поддерживать имперские замашки капиталистического государства Российской Федерации. А он поддерживает? Но если он одобряет ввод войск на территории Крыма, хорошо, тогда я вступаю. Спасибо. Демидов Андрей, я учитель истории и общества знания и один из представителей профсоюза учитель. Хорошо, вы сюда пришли на акцию с какой целью? Я пришел с целью выразить свои антивоенные устремления. То есть я считаю, что все проблемы можно регулировать политическими методами и уж во всяком случае не разжигать ненависть между украинским и российским народом. Причем я считаю, что разжигание недопустимо ни с какой стороны, ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Хорошо, как вы относитесь к националистической, пронационалистической, фашистской позиции молодчиков, которые на Украине находятся? Которые на Украине находятся? Националистов не люблю, ни тех, ни других, ни украинских, ни российских. Я учитель, я понимаю, что воспитывать надо на гуманистических началах. И, кстати, со своими детьми я говорю о том, что люди-братья, культура общая, и мы любим Гоголя, хотя он и украинский, и русский писатель, и точно так же и Тарас Шевченко и прочее. То есть надо обратиться к культуре, я считаю, обратиться к истории в том числе, потому что история учит нас, что войны, ну как бы националистическая истерия дает кратковременный эффект, но в конце концов горько отзывается на каждого из народов, который поддается. Поэтому я против националистов с любой стороны. А что делать с бандитами, которые сейчас захватили власть на Украине? С бандитами что делать? Тоже разговаривать вот такими гуманистическими понятиями? В чем делаете? Какие бандиты? Вы можете ответить? Я не буду, потому что вопрос сформулирован. Вы говорите, что бандиты на Украине? Я? Что власти фашизированы. Так, можем мы ограничиться тем, что я сказал? Вам недостаточно, что... Какой вопрос? Проблема в том, что вы поддерживаете империалистическую агрессию. Но я ваше интервью видел. Я задавал вопрос. Ответьте вы, пожалуйста. В чем заключается интервенция? Мы на вашем сайте видим. В чем интервенция заключается? В чем интервенция? То, что русские войска в Крыму и сейчас хотят аннексировать Крым. Российский империализм. А вы знаете, почему они в Крыму находятся? Почему? Ну скажите мне. По договору, по взаимному договору между Украиной и Россией, подписанной в 2010 году. Путин сказал, что нет никаких войск. Какой договор? А что вы несете? Нет. Наш флот, российский флот находится там в соответствии с договором между Россией и Украиной 2010 года. Мы говорим про те войска, которые без знаков отличия находятся, оккупировали все части Крыма и блокируют военные части Украины. А у вас есть подтверждение? У всех есть подтверждение. Только у вас. Это только для вас. Покажите, покажите. Это только для вас. Вы снимите очки, и тогда вы увидите. Снимите очки. Кого вы представляете? Станьте называть себя антифашистом. Кого вы представляете? Вы такие же антифашисты, как я. Кого вы представляете? Можете ответить? Как если бы Гитлер. Понятно. Те люди не могут ответить, кого вы представляете. Для меня в данном случае не важно, будут ли националисты, жесткие националисты, да, то есть бывают как бы какие-то там культурные автономии и прочее, но мы говорим сейчас о жестких националистах, типа вот этого самого правого сектора. Их необходимо действительно ни в коем случае не допускать в органы власти, но точно так же я хочу сказать, что, к сожалению, в России мы сейчас тоже видим рост национализма, да, и может быть для нас это урок украинский, что нам необходимо как бы жестко пресекать попытки националистов агрессивных влезть в органы власти. То есть это урок, и мы должны его извлекать. Вопрос, какими методами или способами с националистами на Украине это делать? Ну, я думаю, уже точно не бомбя Киев, да? Наверное, для каждого это происходит, его личный митинг, да, то есть одни выходят под либеральным лозунгом, другие с пониманием того, что любая авантюра, затеваемая капиталистическим государством и оправдываемая, невиданным ура-патриотизмом за государственный счет, это есть попытка максимализировать собственную прибыль и получить те или иные дивиденды, да? То есть это правда и скрывать этого нечего. Мы живем в достаточно меркантильном капиталистическом государстве, которое ради реализации интересов той или иной группы способно на все. И как мы видим, и на, скажем так, антимирные действия по отношению к другим государствам. А в чем заключается антимирные действия? Антимирные? Очень просто. Я уважаю тех людей, которые честно говорят, что если Крым должен быть территорией Российской Федерации, то он должен быть, и об этом должен говорить президент страны, и не подставлять тех солдатиков, которые там стоят без опознавательных знаков, случайно купив в военторге кучу оборудования и вооружения, и прикрываясь ими, инициировать всевозможные референдумы. Вы признаете право граждан на референдум, на воле изъявления, в том числе и в Крыму? Однозначно. Однозначно. И я скажу более того, что если, скажем так, вот свою позицию выскажу, что если я увижу, что это действительно граждане Крыма, да, то я буду одним из первых, кто запишется добровольцем, поддерживать их. А что вас может в этом убедить? Сами крымчане. Не Первый канал, не ОРТ, не Киселев, не Мамонтов, не Милонов. Сами крымчане. И я хочу сказать, что в связи со всеми этими крымскими событиями, да, как-то ни странно, я начал вести активно переписку со всевозможными разными людьми с Украины. И скажу, что чем больше я с ними общаюсь, с адекватными молодыми работягами, тем больше понимаю, что творится какая-то нечисть. И с той стороны, и с этой стороны, да. И вот когда вот мои товарищи мне скажут, что мы действительно хотим присоединиться, да, то да, я пойду. А сейчас они говорят, не мешайте нам, дайте мы сами этим буржуям голову будем ломить. А, то есть вот тот переворот, который произошел на Украине, вы считаете, что... Да, то есть они справятся сами, да? Да, и я думаю, что... Это ж как надо не уважать украинский народ, чтобы не дать им возможности этой полторы-две тысячи правого сектора голову заломить, а? Ну неужели там люди другие или хуже? Или у них смелости нет? Булат Гельманов, РСД, Российское социалистическое движение. Я сюда пришел на акцию в качестве активиста с целью выразить протест против интервенции России как империалистической державы и вмешательства в дела народа Украины, народов Украины. Вы считаете, сейчас интервенция уже есть или ее еще нету? Я считаю, что де-факто она есть, и она еще сохраняется опасность того, что она усилится и вызовет еще больше раскол общества в Украине и еще больше противостояния усиления националистов как пророссийских, так и проукраинских. Как вы относитесь к молодчикам фашистского толка, которые захватили власть на Украине? Власть на Украине захватили олигархи, которые по большому счету просто слегка перераспределились, а не фашистские молодчики. Да, они опираются на фашистских молодчиков, но точно так же сейчас, например, в Крыму захватили власть, захватила власть местные, связанные с криминалом бизнес, которые опираются на фашистских молодчиков, ну и на российские войска. И это благодаря России в Крыму сейчас власть, которая опирается на фашистских молодчиков. В Крыму, между тем, например, до того фашисты не были у власти. Не проукраинские, не про русские. Есть довольно много русских националистов, которые настроены против украинцев. На Украине вообще вся вот эта военная кампания, она зачастую расценивается, подается как вот такая вот агрессия, да, именно антиукраинская в плане против украинского народа. И по большому счету украинскому народу от этой интервенции, от этой агрессии только хуже, действительно. Признаете или отрицаете наличие вмешательства в дела Украины и иностранных государств, европейских и Америки? Я не могу говорить это точно, да, но скорее всего оно действительно есть. Оно не столь неприкрытое, как вмешательство России. Вот, вмешательство России, безусловно, самое сильное из тех, что сейчас есть. Самое неприкрытое, самое наглое и самое провоцирующее обострение ситуации. От заявлений иностранных политиков, которые тоже были вполне открыты и всему миру сказаны. Вы конкретизируете вопрос. Хорошо, когда... Все, к сожалению, сейчас я должен уходить, да. По всей видимости, будет реализована схема с отторжением территории Крыма в пользу Российской Федерации и с федерализацией остальной территории Украины, где фактически, может быть неформально, но фактически будет проведена демаркационная линия между зонами российского влияния и зонами европейско-американского влияния. Вы согласны, что те события, которые произошли на Майдане, они инициированы не российской стороной? Я считаю, что в данной ситуации, так же, как и в ситуации с Первой мировой войной, войной не имеет никакого значения, кто являлся убийцей герцога Фердинанда, кто первый провел мобилизацию и кто первый, как бы, сделал первый выстрел. И Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки, как ведущие государства мира, заинтересованы в создании на территории Украины буферного государства, которое будет им подконтрольно. И в этом плане я считаю, что и Российское государство, и США, и Евросоюз несут равную ответственность за происходящее на территории Украины. Страдают простые украинцы из-за разборок империалистических хищников, как это в свое время было принято говорить. Я правильно понимаю, что Аврору представляете? Я сегодня представляю себя в частном порядке. Аврора, как организация, принимает участие в этом митинге? Аврора, как организация, не принимает участие. Нет. Какой практический смысл в проведении вот такой акции? Именно практический? Практический смысл, так же, как смысл любой акции, показать, что есть люди, которые неравнодушно относятся к тому, что происходит на территории соседнего государства, братской Украины. Если уж мы считаем их братьями, то давайте, так сказать, по-братски к ним относиться и по-братски выражать свои симпатии, антипатии к происходящему. То есть народ Украины, независимо от национальности, должен сам этот конфликт разрешить без вмешательства России? Без вмешательства каких-либо иных внешних сил России в том числе. Продолжение следует...